И снова всем здравствуйте, друзья! Приветствую всех вас на своём канале. Тех, кто давно со мной и тех, кто недавно подписался. Я очень рада всех вас видеть и читать ваши комментарии на моём канале. Я вела довольно долго свою рубрику о том, как я покупаю квартиры и какие квартиры, какое здесь жильё в Англии. Хотела вам всё это показать и рассказать. Я, конечно, к этой теме ещё вернусь, естественно. И я вам расскажу о том, что происходит в данный момент с моей покупкой квартиры. Но сегодня у нас будет небольшое отступление от этой темы. И сегодня я хочу вам рассказать немного о другом. Ну, в частности, тема такая, которая, скорее всего, также интересует многих моих зрителей. Это тема о Carousel Home здесь, в Англии, о домах престарелых, если говорить по-русски. Их здесь очень много. Я их вам показывала и немного даже освещала эту тему. Но вот сейчас я хочу вам показать взгляд изнутри, как говорится. Потому что я никогда не работала в этих Carousel Home, в домах престарелых, и показывала всё это только как сторонний наблюдатель. И вот сегодня мне предоставили такое видео, где брали интервью у сиделки, у женщины, англичанки, которая проработала 28 лет в Carousel Home. И там идёт её английская речь и хороший сверху русский перевод. Также мы с вами посмотрим, как именно там содержатся люди пожилые, что говорит она об этом. Давайте сначала мы с вами посмотрим это всё. И потом, если желаете, я дам вам свои пояснения и разъяснения по некоторым вопросам. Также я хочу предупредить тех, кто очень восприимчив, что это будет не очень приятное зрелище внутри дома престарелых. Так что, пожалуйста, кто не хочет смотреть эту историю, то лучше не смотреть. Не для слабонервных, как говорится, вся эта история, но она заслуживает того, чтобы мы знали, что не всё так хорошо и замечательно в других королевствах, в других европейских странах, и что здесь очень много подводных камней и всякого такого, чего не всегда мы можем увидеть или тем более услышать и прочитать. Итак, давайте смотреть. Привет из Англии. Мне выпала удача пообщаться с миссис Смит, сиделкой дома престарелых и немощных в Соединённом Королевстве. В Великобритании более 22 тысяч таких домов. Люди, проживающие в этих домах, должны оплачивать своё пребывание здесь. На это, как правило, идут сбережения и деньги, вырученные от продажи дома, в котором они жили до того, как пришли сюда. Ежегодно по этой причине в Британии продаётся более 20 тысяч домов. Стоимость пребывания в таком доме от 400 до 1000 фунтов в неделю. За эту плату у постояльцев есть небольшая, как тюремная камера, комнатка с кроватью, небольшой стол и стул, быть может телевизор. Кроме того, постояльцы получают питание, вполне достаточное, чтобы выжить, минимальные медицинские услуги, раз в неделю специальное лечение. Приезжают также парикмахеры, и за дополнительную плату можно вымыть волосы, постричь и даже сделать стильную прическу. Небольшой зал для курильщиков, скрыт от глаз, но очень популярен среди обитателей дома. Я увидел клетку с двумя попугаями в углу комнаты, куда постояльцы приходят, чтобы сменить декорации. Это была большая клетка. Это частный бизнес, и есть всего несколько компаний, которые имеют по несколько сотен домов, как этот. Время от времени со страниц газет сообщается о случаях жестокого обращения со стороны персонала, и даже о массовых случаях смертей от недоедания и обезвоживания среди стариков, и даже убийств. Когда это происходит, специальными комиссиями проводятся проверки, иногда дома закрывают, а постояльцев переселяют в другое место. Виновные наказываются, даже в виде лишения свободы. Через некоторое время скандал стихает, чтобы повториться где-то еще. Ваш корреспондент из Англии. А вы давно здесь работаете? Всего три года. Я работала дневной сиделкой в бюджетном центре, но когда правительство прекратило финансирование, и они закрылись, я пришла сюда. Я работала там 25 лет, так что всего сиделкой я работаю уже 28 лет. Вот когда я работала на старом месте, там было много персонала, а здесь только я, и вот Дэвид помогает мне. Здесь по-другому. У меня нет достаточно времени, чтобы провести его с людьми, как мне того хотелось бы. Индивидуально. Да, я люблю сидеть и говорить с ними, узнавать, что они делали в своей жизни. А большинство людей любят говорить об этом. Да, и мы здесь, чтобы создать им домашнюю обстановку. Здесь они в компании, они весь день в одиночестве. Здесь они в тепле и безопасности. Многие из них, возможно, сидели бы дома, не видя ни единой души и даже остались бы голодными. Это да, никого, кроме телефонной компании. По крайней мере, они получают обед из двух блюд, кофе и печенье, и мы устраиваем викторины, вечера воспоминаний. Но не о войне. Мы играем в домино, занимаемся рукоделием. А дамы играют в карты. Мы поем песни. Вы знаете, люди с болезнью Альцгеймера могут не разговаривать весь день, но как только вы начинаете петь, они знают все слова и будут подпевать. Это благодарная работа. Я вижу, как появляется свет в их лицах. Они смеются над нами, потому что мы не всегда попадаем в тональность. Все-таки мои усилия стоят того, чтобы увидеть их лица. Вы приходите каждый день? С понедельника по пятницу. Я не работаю по выходным. С 9 до 3. Это не слишком длинный день, но достаточно долго для них, потому что чем дольше день, тем более уставшими они себя чувствуют. Тем более уставшими они себя чувствуют. И вы платите за это? Я, да. Вам платят за это? Минимальную зарплату. Здесь всем так платят. Не хватает на жизнь? Нет. Мой муж неплохо устроен. Раньше он работал водителем скорой помощи день через день, но теперь они не нуждаются в водителях. Его уволили. Итак, мы посмотрели два видеосюжета. Первый видеосюжет, который снят был английским журналистом, и он показывает изнутри дом престарелых и его постояльцев. И хочу сказать, что это еще не самый худший дом престарелых из... здесь из многих-многих тысяч, которые существуют в Англии. Это платный дом престарелых. Как он сказал, что цена там колеблется от 400 фунтов до 1000 фунтов в неделю за содержание этих стариков. Так вот, это видео, оно было снято в 2012 году. И, насколько я знаю, в настоящее время эти цены еще более выросли. Я знаю, что сейчас бывает, что от 5000 в месяц и до 20000 в месяц платят за содержание в домах престарелых. Вы также, надеюсь, услышали то, что в основном там старики перемещаются в этот дом престарелых или их привозят уже, как немощных, из их собственных домов. То есть у всех этих стариков были когда-то дома, квартиры. И вот только это их и спасает, потому что государство забирает их квартиры, продает естественным образом. И вот на эти деньги от продажи они как раз и содержат этих стариков в домах престарелых. Если, конечно, у старика есть какая-то семья, какие-то дети, может быть, могут оплачивать, хотя не всегда так бывает. Чаще всего, что именно за стоимость недвижимости вот этих стариков и содержат в домах престарелых. Ну, а если случается так, что человек очень бедный и что у него не осталось никакой недвижимости, что он жил, в общем-то, в какой-то съемной квартире, что тоже здесь часто бывает, то тогда, если он дожил до таких преклонных лет и за ним требуется уход, он просто попадает в богадельню, как у нас называется, ну, может быть, я неправильное слово говорю, потому что дом престарелых, он и есть богадельня. Ну, в общем, он попадает там вообще в бесплатные дома престарелых, которые тоже существуют, но там уход просто очень плохой. Но вернемся опять к тому, что говорит эта женщина, которая работает сиделкой в доме престарелых. Она говорит, что их работает там всего двое на вот этих всех старичков. Старичков там 20 человек, могу вам сказать, ну, примерно вот так. И она говорит еще, что, по крайней мере, они здесь получают обед, еще кофе и печенье. То есть я так поняла, что обед из двух блюд, кофе и печенье в какие-то промежутки времени, вот это и все, то, что им дают из еды. Ну, старики, конечно, и так немного едят. Я знаю это, да и вы, наверное, знаете. Но тем не менее, вот мне как-то стало даже интересно. Если мы посчитаем, даже самый средний, вот такой дом престарелых, где оплата, допустим, мы возьмем 700 фунтов за 7 дней, за неделю, легче всего посчитать. То есть это получается, что 100 фунтов в день платит каждый из этих постояльцев. Если их там 20 человек, то получается 2000 фунтов в день. И если учесть, что эти две женщины, которые за ними ухаживают, они сидят на минималке 8,50. И если учесть, что они работают всего 4 часа, то это от силы 70 фунтов в день им оплачивается государство. И дальше смотрите, ну, допустим, там еще есть какой-то обслуживающий персонал, медсестры и все остальное. И если учесть, что вот это их там еще кормят чем-то, то это, я не знаю, ну, максимум мы можем в день положить 300-400 фунтов. А получается, что оплата идет 2000 в день. И как-то странно для меня, что никогда никто не поднимает вопрос себестоимости проживания этих стариков в домах престарелых. и похоже, что это очень прибыльный бизнес для государства. Ну, вот, как-то так. Тут уж считайте сами и судите сами. И еще я хочу обратить ваше внимание на то, что сказала эта женщина в самом начале. Она сказала о том, что проработав 25 лет сиделкой в одном из вот таких вот домов престарелых, бюджетным, якобы ее уволили через 25 лет, потому что там произошло сокращение, но она точно не знает, что там произошло. А вы давно здесь работаете? Всего три года. Я работала дневной сиделкой в бюджетном центре, но когда правительство прекратило финансирование и они закрылись, я пришла сюда. Я работала там 25 лет, так что всего сиделкой я работаю уже 28 лет. Услышали, да, что сказала женщина? Так вот, я почему обращаю ваше внимание на вот эти 25 лет, после которых ее просто сократили и ей пришлось искать другую работу. Я подумала сначала, что это, в общем-то, только, наверное, с ней произошло. Но тут опять такая история, что совсем недавно мы разговаривали с моей знакомой, русскоговорящей, которая прожила больше 30 лет в Англии и которая точно так же через 25 лет была уволена и сокращена. Вот давайте послушаем также, что она по этому поводу говорит, моя знакомая. Почему, говоришь, переехала? Я в кадр сменила, расскажи. Почему переехала? Потому что после 25-летнего стажа здесь берут и увольняют людей. Просто так. Называются redundancy делают. Иди куда хочешь. Увольняют и все. Говорят, уходи. Ну, в смысле, в связи с возрастом или почему? Что это такое? А как переводится? Redundancy я не знаю. Redundancy – увольнение. 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 Я знаю, ее fire, говорят, уволнение. Fire – это когда ты плохо что-то сделал. Это fire. А это как сокращение у нас как бы, да? Это сокращение. Сокращают единицы. Вот вам, пожалуйста, мы опять слышим то, что говорит уже моя знакомая, которая проработала 25 лет в школе в английской. Она работала преподавателем музыки и через 25 лет, не объясняя причин, ее также уволили. То есть вот такая вот практика получается. Она здесь повсеместно. Увольняет, не объясняя причин, избавляется от людей. Но, как вы знаете, в Англии пенсия наступает в возрасте 66 лет. И поэтому, если вы начали работать с 20 лет или даже с 22, то получается за 25 лет вам никак не будет 65. И вам приходится искать вот такие вот парт-тайм, где-то частичную занятость, работ. Ну, вот такие, друзья, здесь нюансы. Я особенно не буду вас грузить. Я хотела вам рассказать и показать, какие бывают случаи в Англии и что происходит сейчас с обычными англичанами, с обычными людьми, которые, в общем-то, здесь практически бесправны. А уж не говоря даже о тех стариках, которые платят огромные деньги за то, чтобы за ними смотрели в конце жизни и даже должного ухода не получают, несмотря на вот эти огромные деньги, которые они оплачивают. Вот такое сегодня у меня для вас грустное видео. Как вы к нему отнесетесь, я не знаю. Дело каждого. Принимать или не принимать во внимание всю эту информацию. А я на этом с вами, друзья, прощаюсь. Берегите себя. Вскоре увидимся. Пока-пока. Всяное положение наших стариков есть очевидное и закономерное следствие разрушения института семьи и неотвратимо ведет к краху человечества.